МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. В штатном режиме. Итоги праздников обсудили на заседании правительства. Нет терминала? Еду бесплатно. Нововведения безналичной оплаты проезда коснулись всех столичных перевозчиков. Новые возможности для бизнесменов Чуваши создается региональный фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности. Новогодние каникулы удались. На совещании главы Чуваши с правительством республики подвели итоги работы в праздничные дни. Низкие температуры взбодрили всех, особенно работников служб жизнеобеспечения, органов правопорядка, спасателей. Коммунальщики выдержали испытания достойно. Все аварии устранялись в допустимые сроки и быстрее. У комплектован ремонтный персонал предприятий, сформированы аварийные бригады для своевременной ликвидации аварийной ситуации, подготовлена специализированная техника, отлажено функционирование аварийно-диспетчерских служб в круглосуточном режиме. Для своевременной ликвидации аварийной ситуации подготовлено 33 формирования, 7500 человек и 1200 единиц специализированной техники. Приваялась работа у спасателей. В холода люди чаще пользуются обогревательными приборами, поэтому пришлось обходить хозяйство, еще раз напоминая о правилах безопасности. Своевременно принятые профилактические меры принесли ощутимый результат и в другой сфере. По сравнению с прошлым годом зарегистрировано меньше травм от пиротехнических изделий. Из четырех пострадавших все это взрослые, то есть детей нет, слава богу. Потому что в предыдущие годы у нас количества детей было действительно много. Относительно благополучной была в празднике и криминогенная обстановка. Тяжких преступлений зарегистрировано меньше, чем обычно. Все они раскрыты по горячим следам. Общественный порядок во время новогодних мероприятий охраняли около 2000 сотрудников. Чрезвычайных происшествий не допущено. Министр внутренних дел Сергей Нияскин озвучил и результаты независимого опроса граждан, проведенного в 2016 году. Рейтинги защищенности жителей Чувашской республики и эффективность действий полиции оценены как высокий, а уровень доверия граждан в обеспечении их личной и имущественной безопасности как очень высокий. Данные результаты демонстрируют эффективность проделанной работы в 2016 году, что наряду с параметрами социально-экономического развития свидетельствуют об инвестиционной привлекательности Чувашской республики. Но это работа не только органов внутренних дел, здесь и основная администрация главы республики. В целом здесь, которые министры сидят в правоохранительном блоке основы, все вкупе. Потому что одно ведомство не может эти задачи, которые поставлены перед органом внутренних дел, решать одни. Всего в новогодние дни в республике состоялось более 600 культурных мероприятий. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил всех, для кого эти праздники стали трудовыми буднями, за хорошую работу. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашию на реализацию прорывных проектов в сфере несырьевого экспорта будет направлено полтора миллиарда рублей. Это станет возможным благодаря созданию регионального фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в республике. План мероприятия обсудили на расширенном заседании Кабинета министров. Главная задача регионального фонда – поддержка наукоемких производств, содействие внедрению прогрессивных технологий, модернизации в промышленном и агропромышленном комплексах. Поддержку получат проекты в сфере несырьевого экспорта. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 20 миллиардов рублей. В региональном – полтора миллиарда рублей. Приоритет будет отдан проектам, направленным на импортозамещение в сфере промышленности и сельского хозяйства Чувашской республики. Единовременная выплата в 5000 рублей дойдет до каждого пенсионера. С 13 по 28 января почтальоны будут выдавать ее вместе с январской пенсией. Если получателя не окажется дома, он получит уведомление, по которому можно будет получить выплату в своем почтовом отделении или дождаться выплаты с следующей пенсией. В целом по Чувашской республике более чем 370 тысяч человек будет получать. Мы оцениваем эти расходы по январским ведомостям почти 1 миллиард 865 миллионов рублей. Поскольку доставка пенсии осуществляется с 3 числа, а единовременных выплат с 13, поэтому смещение, оно уже согласовано. 28 числа мы должны полностью обеспечить выплату и отчитаться перед руководством пенсионного фонда. Напомним, что выплата положена всем пенсионерам, проживающим на территории России, в том числе тем, кто получает две пенсии, например, военную и страховую из ПФР. С началом Нового года в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. От изменения в налоговой системе до правил продажи алкоголя. О главных из них расскажет Юлия Важенина. Для начала о принудительных работах. Уголовный кодекс позволит назначать их как альтернативу лишению свободы за преступление небольшой и средней тяжести, по которым наказание не превышает 5 лет заключения. С 1 января исправительные центры смогут принять около 900 осужденных. Последние не смогут без разрешения администрации центра выбрать или поменять работу. Им запрещено употреблять алкоголь. Нарушителям такого порядка заменят исправительные работы на лишение свободы. В сфере экономики также изменения. Поднялись акцизы на алкоголь. Так, налог на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, вырос до 36 рублей за литр. А в отношении шампанского из российского винограда увеличение составит всего 1 рубль до 14 за литр. Ставка акциза на крепкий алкоголь увеличится почти на 5%. Уже запрещен выпуск алкогольной продукции, включая пиво в полимерной таре объемом более полутора литров. Подорожали и все виды табака. В среднем цена на сигареты изменилась на 20%. Не обошли вниманием и любителей вейпов. Налог на 1 мл никотиносодержащей жидкости для электронных устройств составит 10 рублей. Дорожает автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо. Кроме того, теперь для всех новых автомобилей в России обязательно наличие системы ГЛОНАСС. Еще одной новостью для водителей стала обязанность страховых компаний оформлять электронные полисы ОСАГО. Введена новая система расчета надбавок и скидок. Теперь полис привязывается не к автомобилю, как раньше, а к водителю. Изменения коснулись и медицинской отрасли. В России разработана новая концепция противодействия ВИЧ, в рамках которой будет создан единый реестр инфицированных. С его помощью Минздрав сможет перейти на централизованную закупку лекарств с учетом схемы лечения каждого пациента. Также начнет работать система автоматизированного контроля лекарств, с помощью которой появится возможность проверить подлинность препарата и проследить его движение от производителя до аптеки. Кстати, о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинации застрахованные россияне теперь смогут узнать благодаря СМС-оповещению. Что касается недвижимости, то в этом году начнет работу Государственный компенсационный фонд, который должен будет решать проблемы участников долевого строительства. Планируется создание единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. В глобальной сети также не обошлось без новшеств. Теперь владельцы интернет-ресурсов, собирающих новостную ленту, обязаны проверять достоверность информации до ее распространения и удалять ее по требованию Роскомнадзора. При этом нести ответственность за недостоверную информацию в том случае, если она дословное цитирование СМИ, распространителей не будут. Юлия Важенина, Республика. В год экологии Чуваша вступила с хорошим заделом. Регион вошел в первую десятку экологического рейтинга субъектов России. При его составлении учитывались природоохранные, промышленно-экологические и социально-экологические индексы. Мероприятий станет больше. Одно из важнейших направлений работы – ликвидация несанкционированных свалок. Начнется масштабная рекультивация пехтулинской свалки. Для этого из федерального бюджета выделят более 100 миллионов рублей. Повышение экологической культуры – другое ключевое направление. Тематические акции, конкурсы и конференции пройдут в образовательных учреждениях столицы Чувашии. Посадка зеленых насаждений продолжится. Здесь предпочтение растениям, хорошо приспособленным городским условиям. Подобные мероприятия запланированы и в других районах республики. В дни новогодних каникул Михаил Игнатьев подписал распоряжение о присвоении специальных стипендий главы Чувашии. Каждый год около тысячи молодых людей в возрасте до 30 лет получают стипендию главы Чувашской республики за особую творческую устремленность. В 2017 году ее будут получать 994 человека. Кандидатуры проходят жесткий отбор межведомственной комиссией. Это будущее нашей республики. Среди стипендиатов наши коллеги. Трое сотрудников национального телевидения Чувашии. Обозреватель телевидения Елизавета Зайцева, редактор Анастасия Алангина и внештатный корреспондент Екатерина Абрамова. Михаил Игнатьев отметил, стипендии станут дополнительным стимулом для развития, достижения новых результатов учебной, исследовательской, научной и творческой деятельности. Минувшие праздники в Следственном комитете республики называют относительно спокойными. За прошедшие 8 дней не было зарегистрировано ни одного убийства. Хотя печальную статистику новогодних праздников пополнили другие происшествия. 12 жителей республики скончались от переохлаждения, отравления угарным газом. Сразу два сообщения об обнаружении тел погибших от общего переохлаждения организма поступили 4 января текущего года. Один из этих случаев имел место в селе Большое Чурашево Ядренского района, где было обнаружено тело 83-летней местной жительницы. Ее тело было обнаружено у ворот возле входа ее домохозяйства. Как следует из материалов проверки, женщине было трудно передвигаться, у нее были больные ноги, в связи с чем она, по всей видимости, и не смогла зайти в дом. Еще два случая имели место 8 января текущего года. Около 9 часов утра были обнаружены тела 66-летнего жителя села Сурский Майдан и 63-летнего жителя села Явлеи. Первый накануне вечером ушел из дома, не сказав своей сожительнице, куда именно, и утром его обнаружили, уже без признаков жизни. А другой накануне также встречался со своими односельчанами, выпил спиртного и вечером направился домой, однако до дома дойти так и не смог. О том, что умершие скончались в результате общего переохлаждения организма, свидетельствуют объективные данные осмотров мест происшествий. Также при осмотре их тел каких-либо травм, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере их смерти, не имеется. По всем указанным фактам организовано проведение доследственных проверок, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения. В четырех муниципалитетах республики продолжают выяснять причины пожаров. Так, в селе Шахазан и Канарского района произошло возгорание ветхого барака, на месте ЧП обнаружили тело 50-летнего мужчины. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В поселке Северный, в Заволжье, в огне погибла 80-летняя женщина. Пожар, отмечают в следственном управлении, мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем. В правоохранительных органах выяснили, что для освещения помещений хозяйка использовала свечи. Электричество в ее квартире было отключено из-за неуплаты. Важные новости для всех столичных перевозчиков и пассажиров. С 1 января все транспортные средства, которые осуществляют перевозку людей, должны быть оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда. Тарифы на проезд останутся неизменными. Расплачиваться с помощью единой транспортной карты по-прежнему выгоднее. Как и в прошлом году, поездка обойдется на 1 рубль дешевле. Татьяна Филатова, Республика. В эти выходные Республика поддержала всероссийскую декаду здоровья и спорта. В ее рамках только в Чувашии прошло более 600 мероприятий. О самых заметных событиях праздничных каникул в сюжете Дмитрия Ковалева. На ледовой арене Чебоксар встретились игроки со стажем. Им не привыкать и мячи на футбольном поле забивать. Хоккейную же форму многие из них одевали и в юности. В дворовых командах играли между школами. Душа поет, играть хочется. И тем более, вот ляки в такой, у всех глаза горят. Отлично. Тренировки помогают нам найти игру. Мы часто проводим товарищеские игры с различными организациями. Только вот в прошлом году, наверное, мы 7 товарищеских игр провели. Счет в игре открыла команда правительства. Первую шайбу ворота противников забросил руководитель ипотечной корпорации Альберт Сидоркин. Сравнять счет команде глав муниципалитетов удалось через считанные минуты. А позже ледовая дружина вырвалась вперед, но в лидерах продержалась недолго. Назначенный штрафной удар принес команде правительства очередную шайбу. Счет встречи 3-2 в лидерах члены правительства. Впереди очередная игра. Сейчас хоккеем увлекаются многие чиновники, вообще отмечает глава республики. В органах власти становится все больше спортивных людей. Мы только учимся, нам надо еще кататься, кататься, учиться, учиться и потом, соответственно, мы можем сказать, чего достигли. А так мы здесь от работы чуть-чуть оторвались, получаем просто хорошую положительную энергию. Вообще праздничная декада спорта и здоровья в республике оказалась насыщенной. С первых дней каникул для жителей Чувашии работали катки, хоккейные коробки, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы. В региональном Минспорте подсчитали, с пользой для здоровья эти выходные провели более 350 тысяч человек. Сильный мороз не стал помехой для традиционного турнира по лыжным гонкам среди ветеранов. Побороться за призы главы республики приехали более 100 спортсменов, в том числе гости из Мариэл, Ульяновска и Москвы. Вы имеете потому что мужественный характер, силу воли, командный дух и показываете своим личным примером, как нужно просто любить себя, любить природу. За плечами каждого участника турнира большой опыт. Михаил Савельев встал на лыжи в четвертом классе и каждый день ветеран выходит на тренировки. Я с детства любил лыжи, с малых лет, с четвертого класса. У меня были самодельные лыжи. Тогда же я любил. Где-то в пятом классе я заработал деньги, купил лыжи. И после этого до сих пор смотрел я на старших. Очень люблю спорт. Тем, кто пришел к финишу первым, вручили кубки, медали и дипломы. Но все же признаются ветераны, сюда они приезжают не ради наград, а общения друг с другом. Сегодня у нас все есть возможности заниматься. Поэтому я желаю молодежи присоединяться и занимайтесь зимними видами спорта. Нам мороз не страшен. Мы с восемьем не боимся холода. А сегодня трасса была отличная. Но все же погода внесла коррективы. Из-за аномальных морозов пришлось перенести турнир по лыжным гонкам среди семей. Соревнования состоятся в Единый день здоровья и спорта 21 января. Медрик Ковалев, Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин и Игорь Зверев. Республика. О самых значимых победах. Ледовом театре и школе фигурного катания в Чебоксарах. Именитые спортсмены-фигуристы, олимпийские чемпионы Наталья Бестимьянова, Андрей Букин, чемпион Европы, заслуженный тренер России Игорь Бобрин встретились с юными чебоксарцами и открыли некоторые секреты своей профессии. В конференц-зале Ледового дворца Чебоксары-Арена собрались самые юные спортсмены республики, представители различных федераций. И больше всего вопросов, конечно, было у начинающих фигуристов. Сколько лет вы танцуете в паре? На 13-й векваре у нас с Наташей юбилей, мы катаемся в паре вместе с 40 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так что, я не знаю, хорошим игре, плохой, но это юбилей. Когда слышишь, что ты катаешься уже с этой рыжей 40 лет, то так думаешь, с ума не ты сошел. Но все равно катаемся с удовольствием. Пятикратные чемпионы Европы, четырехкратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы мира среди профессионалов. Наталья Бестемьянова и Андрей Букин после завершения спортивной карьеры не стали почивать на лаврах. Много лет они ведущие солисты театра ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина. Рождение театра нашего, для меня, до сих пор является самой большой победой в жизни. Потому что театр существует 30 лет. И он объездил в более 50 стран мира. И на его представлениях бывало более 9 миллионов зрителей. То есть достаточно внушительный стаж у нас. И мы недавно считали в нашем репертуаре, в сумме насчитывается, 21 спектакль, который поставлен. В «Хюбаксарах» Игорь Бобрин привез одну из самых красивых и волшебных сказок – «Золушку». Волшебный мюзикл на льду с многочисленными акробатическими и цирковыми номерами, фантастическими костюмами. Историю, которая интересна не только детям, но и взрослым. Наши все спектакли мы позиционируем как фэмили-шоу. Спектакль для всей семьи. Это, конечно же, спектакли и для детей, и для их родителей. Есть чисто взрослые спектакли, но чисто детских спектаклей мы не делаем. Мы делаем спектакли, которые интересны и детям, и родителям. И родителям в разных странах они идут. Мы чуть варьируем состав. Вот для этой арены сейчас это средний состав, который удобно перемещать по нашей большой стране. Если мы едем на длительные гастроли, на большой зал, мы берем несколько человек побольше. Если мы едем на длительные гастроли, на маленькие сцены, мы так тоже работаем. Состав намного меньше. Так что вот мы к вам привезли такой самый оптимальный вариант. Наталья Бестемьянова считает, что чебоксары вполне могут стать кузнецей фигуристов. Легендарная спортсменка планирует открыть у нас свою школу фигурного катания. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Последние дни новогодних каникул, по мнению многих, могли быть и потеплее. В Республику пришли и рождественские морозы. Столбик термометра опускался ниже минуса 30. Говорят, таких холодов в Чувашии не было с 2010 года. Покалывание открытых участков тела, смёрзшиеся ресницы и красный нос. Минимальный набор неприятностей, которые доставляют сильные морозы. В такую погоду отказывается работать и техникам. Вчера в 5 часов утра у пассажирского автобуса, который ехал из Москвы, вышел из строя топливный насос. К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники ДПС вовремя оказали помощь, отправив всех пассажиров попутным транспортом. А сегодня всех автолюбителей ждал квест «Заведи свой автомобиль». Утро такое, что ни дверь не открыть, ни завестись, ни такси вызвать. И вот в такие моменты начинаешь завидовать людям с гаражом. Потеплело уже. Сегодня нормально, без напряга завёлся. Вчера было труднее. По бортовику минус 27, Новоюжный район. У некоторых появились проблемы и с моторным маслом. Проверку минусовой температуры жидкость не выдержала. Впрочем, морозы – это ещё и время экспериментов. Так решили некоторые жители Чебоксар. Что будет, если в холод на улице вылить ведро кипятка? Ответ не заставил себя долго ждать. С помощью опыта было доказано – кипяток сразу превращается в пар. Для тех, кто не любит такую погоду – приятная новость. Уже с завтрашнего дня в республике ожидается потепление. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова